Готов играть в новый Battlefield на максимальных настройках? У тебя есть уникальная возможность прокачаться с HyperX! Используй специальный промокод и получи максимальную скидку на легендарную оперативную память и SSD от HyperX. Линейки Savage и Predator. Только в сети Юмор до 1 ноября. Все подробности по ссылке в описании. Кликай! Всем привет! Как вы уже догадались из названия, сегодня будет тестирование GTX 1060 в разрешении 4К, а именно в новенькой игре Battlefield 1. Если честно, идея теста возникла внезапно, я просто тестировал GTX 1060 в разных играх и тут ради интереса просто попробовал протестировать еще и в режиме 4К. Ну просто чтобы посмотреть, насколько видеокарты такого уровня могут тянуть такие высокие разрешения. И в общем-то я был сильно удивлен результатом, и пока вы видите на своих экранах запись геймплея в одиночном режиме, который не так интересен, потому что игра славится именно своим мультиплеером, и вот теперь посмотрим, как карточка себя покажет в мультиплеере, в больших режимах на несколько десятков игроков, но графически тяжелых картах. Ну и для начала протестируем на полностью всех самых максимальных настройках. Для этого выставляем все на максимум, угол обзора я тоже немного поднял до 70 градусов, и в настройках шкалу разрешения выставляем на 200%, что в итоге нам даст рендер качества, текстуры всех окружающих объектов в игре именно в повышенном двухкратном разрешении, а именно 3840 на 2160. Ну или Ultra HD или 4К, кому как удобно. Ну а мыльное TAA сглаживание естественно отключаем. Видеокарта как видите разогнана, до 2000 МГц по чипу и до 9000 МГц по памяти. Ну и как видите, потребляет игра на таких ультра настройках в 4К разрешении где-то 5 гигабайт видеопамяти, соответственно 1 гигабайт еще остается. Оперативной памяти потребляется уже чуть больше 8 гигабайт, поэтому собственно будьте добры, запаситесь хотя бы 16 гигабайтами, если собираетесь играть в таких высоких разрешениях. Ну и как видите, игра очень процессорозависима, поэтому даже с такой видеокарточкой как GTX 1060, где все упирается в нее, процессор 6700К и разогнанный, все равно порой грузится на 50, а то и больше процентов. Ну и как видите, на самых высоких ультра настройках в 4К разрешении GTX 1060 разогнанная выдает в среднем около 40 кадров, ну а так в целом это от 30 до 50. Теперь попробуем немного поднять производительность, и поскольку мы не самые большие графодрочеры, то устанавливаем настройки на средние, ну а самое главное на мой взгляд настройки, это качество и фильтрация текстур, их оставляем на ультра. С такими настройками графика уже конечно не такая блестящая и лощеная, но тем не менее основное качество это четкость и дальность прорисовки остаются по-прежнему высокими. Потребление видеопамяти уже упало с 4,5-5 гигабайт до 3,5, ну а загрузка оперативной памяти и процессора в общем-то остались прежними. Зато как видите, средний FPS подрос, и здесь уже вполне можно нагибать, это в среднем 50-55 FPS, в зависимости естественно от карты. Это вражеский боец? Вижу вражеского разведчика! Там вражеский медик! Вот такой вот внезапный тест получился, и он абсолютно не значит, что GTX 1060 это супер топ, и все игры потащить на самых ультрах на максимум в 4К, это просто скорее пример хорошей оптимизации не только для супер топовых видеокарт, но и для среднего ценового сегмента. Ну и в принципе вы сами могли видеть, что даже на такой видеокарточке вполне на супер ультра настройках в 4К разрешении в одиночную кампанию можно поиграть. Ну а если нужен плавный и более-менее высокий FPS в мультиплеере для такой средней карточки, то ставим все настройки на средние или даже некоторые опции на низкие, и получаем вполне стабильные, плавные 45-55 FPS. Ну а у меня на этом все, всем спасибо за внимание, надеюсь вам было интересно, ну а больше игровых тестов вы можете посмотреть на моем игровом канале по ссылке в описании. Всем пока!